То, что мы сейчас расскажем, многих может шокировать. Мы расскажем о технологиях ЛОО. Впервые будет раскрыт настоящий и подлинный физический принцип движения ЛОО. Мы расскажем о новых видах энергии. Мы расскажем о оружии завтрашнего дня. То, что мы сейчас расскажем, может показаться невероятным. Но это самая настоящая проверенная информация. Многократно проверенная, подтвержденная экспериментами, расчетами и формулами. Мы расскажем о реальном положении дел в современной науке. Мы расскажем то, о чем вы никогда не слышали. Мы расскажем то, о чем никто не решался говорить. Когда мы отдаем ребенка в ВУЗ, мы надеемся, что он получит качественное образование. Нам бы этого очень хотелось. Но реальность несколько другая. Есть один забавный математически доказанный факт. Если бы реальный мир был создан по современным законам физики, то он не просуществовал бы ни секунды. Не было бы ни планет, не было бы Солнца, не было бы ничего. Было бы моментальное склопывание системы. Лавинообразный процесс. Это доказано математически. Ньютон вывел замечательную формулу. Закон всемирного тяготения. Но есть одна особенность. Формула выведена буквально наугад. Яблоко по этой формуле на Землю упасть не может в принципе. Яблоко по этой формуле может только улететь в космос дальний. Для того, чтобы яблоко на Землю все-таки упало, необходимо, чтобы перед формулой стоял минус. В физическом смысле это самый настоящий, волшебный, ниоткуда не взятый минус. Буквально имеет место самая банальная подтасовка, прописанная во всех современных учебниках. Луна на таких законах в принципе не могла бы держаться на орбите. Нет сил, обеспечивающих равновесие. Проверить это может любой физик. Задать единичное исключение и просчитать, куда именно направлены силы. Но самая большая беда, что этот минус не единственное вранье в системе образования и фундаментальной науки. Большая часть современной физики построена на подтасовках и фальсификациях. Масштабы фальсификации настолько огромны, что это околонаучное вранье прописано практически во всех учебниках. За наиболее правдоподобное вранье имело даже место выдвижение на Нобелевские премии. Процесс разрастался как снежный ком. Для того, чтобы обосновать волшебный минус, без которого яблоко на землю упасть не может, создавались целые науки, осуществляющие волшебные операции с минусами. Примером может служить векторная алгебра. Суть в следующем. Есть такое понятие величина. Скалярная величина. Это обобщение конкретных понятий. Длины, площади, веса и так далее. В природе это метр-литр. Никакая величина в природе не может быть отрицательной. Это легко проверить экспериментально. Куда бы мы не направляли этот метр, как бы мы его в пространстве не располагали, он не может быть отрицательным. Конечным значением любой величины линейной является ноль. Дальше за нулем вообще нет никакой величины. Это экспериментально доказано, но теоретикам нужен минус. Без него яблоко на землю не падает. Можно было докопаться до сути, разобраться в причинах, исправить ошибку. Но теоретики делают проще. Теоретики устраивают целую систему правдоподобного вранья. И именно векторная алгебра, как наука, занимается подменой понятий число и величина. Подмена понятий это когда жирафа называют крокодилом. 48 метров это не число, а величина. И 48 миллиметров это не число, а величина. Сами величины не являются числами. Посредством чисел мы можем только их описывать. Другой момент. Можно ли из ничего сделать нечто? Ну вот взять ровно ничего и из ничего что-либо построить. Можно ли набрать нулей? Из них что-нибудь реально создать. Ну, к примеру, берем ноль, прибавляем ноль, прибавляем ноль. Получим ли мы какой-либо результат? Сколько бы мы нулей не прибавляли, как бы мы в этом направлении не продвигались, любое количество нулей, ничего кроме нуля нам дать не может по определению. От нуля овечек мы получим ноль ягнят. Ноль посеянного сирена, но даст ноль урожая. Это понимает любой здравомыслящий человек, но понимает не каждый академик. Некоторые академики мечтают о том, что источник диаметра ноль может что-либо состоять. Например, может состоять отрезок прямой. То есть в их представлении буквально расстояние может состоять из ничегошек. Давайте проведем эксперимент. Разделим длину на составные части. Мы можем делить на какие угодно части, на большие, на маленькие, на очень маленькие. Результатом деления не будет являться ноль. Результатом деления будет являться линейная величина. Давайте рассмотрим по-другому. Давайте попробуем создать расстояние. Разместим в пространстве одну метку и вторую. Пусть на расстоянии, предположим, один метр. Получилось. Теперь давайте попробуем создать длину. Расположим между нашими двумя метками точки диаметра ноль. Одну точку, две, десять, сто десять, миллион, миллиард. Точки диаметра ноль у нас являются ничегошками. Они не могут составлять длину. Для того, чтобы нам получить длину, нам надо взять какое-то выражение длины. Мы можем взять какие-то отрезки. Можем взять какие-то выражения реальной длины. И запомнить эту длину чем-то реальным. Тогда у нас получится длина. Длину невозможно задать никакими абстракциями точка нулевого диаметра. Невозможно задать цифры, невозможно задать ничегошкой. Длина задается только величиной. Теории о ничегошках преподаются в лучших вузах страны, в том числе в МГУ. Преподаются в общеобразовательных школах. Преподаватели вынуждены рассказывать детям, что прямая состоит из ничегошек, из точек нулевого диаметра. Все это потому, что добрые дяди-академики навязывают этот бред системе образования. Далее. Не существует никаких отрицательных сил. И это легко доказать экспериментально. Мы можем приложить в плоскости любое усилие. Большое усилие, малое усилие. Но мы не можем приложить к плоскости отрицательного усилия. Мы можем давить на плоскость или тянуть ее на себя. В любом случае мы получаем положительную силу. Значение от нуля до бесконечности. Это экспериментально доказано. Но некоторым академикам отрицательные силы и отрицательные энергии необходимы. Без этого не сойдутся их теории. И академики в буквальном смысле идут на обман. Возникает вопрос, кто собственно несет ответственность за то, что нашим детям в учебных заведениях забивает голову бредом. Что такое физическое деление раны? Это прежде всего люди. Люди замечательные. Академики. Велихов, Гинсбург, Альфюров, лауреаты, в том числе Нобелевские лауреаты. Но это одна сторона медали. Другая сторона медали это то, что несколько поколений студентов получают образование по безграмотным учебным пособиям. Например, Академик Рубаков. Специалист в космологии. Замечательный человек. Популяризирует теорию большого взрыва. Продукт очень модный на западе. Но однако продукт совершенно несостоятельный. Это доказано математически. Зачем заимствовать за рубежом весь этот несостоятельный околонаучных ламп? Те ученые, которые пропагандируют большой взрыв сегодня, в 21 веке, являются такими же шарлатанами от науки, как средневековые алхимики, добывающие золото, скажем, из машинного помета. Ситуация в современной фундаментальной физике сродни со средневековьем. Какой только бред не воспевается, темная энергия, кротовые норы, одни названия от чего стоят. Если теория несостоятельна, зачем ее проявлять наше нарушенное пространство? В науке много разговоров о многомерных пространствах. Давайте проведем эксперимент и выясним, сколько действительно мерностей имеет пространство, в котором мы находимся. Речь идет о геометрических мерностях. Возьмем опытный объект, имеющий реальную массу, реальный объем, переместим этот объект в ортогональных направлениях. Переместим его вертикально, поднимем вверх и впустим. Переместим в направлении север-юг, это вторая геометрическая мерность. Переместим в направлении запад-восток, третья геометрическая мерность. Результат однозначен. Опытный шар не может быть перемещен вдоль каких-либо любых дополнительных осей, заданных ортогонально исходом. Все перемещения этого шара через прямой угол совпадают с ранее озвученными осями. То есть экспериментально доказано, что пространство, в котором мы находимся, имеет ровно три геометрические мерности. Ни пять, ни восемь, ни шестнадцать, ни сколько было-то еще. Ровно три геометрические мерности. Ни одна из этих геометрических мерностей не является временем. Мы не можем расположить время под прямым углом крайне обозначенном геометрической мерности. Время само по себе не является геометрической сущностью, геометрической мерностью. Представление о том, что время якобы является дополнительно геометрической мерностью, науке. Они интеллектуально не состоятельны. Они являются околонаучными спекуляциями. Их рекламируют шарлатаны от науки. Да, некоторые из них академики. Но это самые настоящие шарлатаны, такие же, как средневековые алхимики. Вы видели реальный эксперимент. Раз доказана трехмерность нашего реального, единственного реального пространства, то все остальные пространства нетрехмерные являются выдуманными, несуществующими шарлатанскими пространствами. Вне зависимости от того, кто их придумал и каким академикам это нравится. Для обоснования кривой геометрии используется банальная подмена терминов. Подмена терминов, это когда шифомер называют унитазом. Давайте рассмотрим пример из репертуара современных теоретиков. Пусть поверхность сферы является пространством, тогда прямая, проведенная на этой поверхности сферы, будет иметь непрямую форму, будет иметь кривую форму. Стоп. А теперь давайте вдумаемся в то, что мы сейчас услышали. Пусть поверхность сферы будет являться пространством. Поверхность сферы изначально является плоским объектом. Ни один плоский объект не имеет никакого объема. Ни один плоский объект не может являться по определению пространства. То есть в наличии самая банальная подмена терминов, самая банальная фальсификация. Ведь подобные фальсификации используют самые обычные шарлатаны от науки. Все кривые геометрии и последующие научные построения, построенные на этих кривых геометриях, изначально являются фальсификацией никчемной околонаучной спекуляции. Методики применяются действительно анекдотические. Действительно все как в анекдоте. Отрываем таракану две ноги, дуем свисток, таракан ползет. Отрываем таракану еще две ноги, дуем свисток, таракан ползет. Отрываем таракану последние две ноги, дуем свисток, таракан команды не слышит. Вывод с потерей шестинок, таракан теряет слух. Это конечно анекдот. Но путать плоское с объемным – это не умнее, чем путать ноги и уши. В сказке об искривлениях пространства ученые придумали, чтобы как-то обосновать свою беспомощность в решении элементарных задач. Давайте проведем эксперимент по обнаружению пространства. Это сделать в принципе несложно. Мы находимся в пространстве, попытаемся в нем обнаружить подпространство и искривление. Возьмем аналог геотезической линии. Возьмем опытный объект органического происхождения тыкв. Если геометрическая концепция теории относительности верна, то опытный конец искривленной линии, аналога геодезической, у нас попадет в подпространство. Если геометрическая концепция теории относительности не верна, то у нас конец искривленный попадет в тыкву, расположенную в реальном трехметном пространстве. Вне зависимости от количества экспериментов опытный объект у нас под пространство не попадает. Опытный объект попадает в тыкву размещенную в реальном пространстве. Сомневающиеся в результатах эксперимента теоретики могут заменить опытный объект тыква на голову сомневающегося теоретика. Единственное что теория относительности позволяет это правдоподобно фальсифицировать результаты. Если теоретик набрал в исходной аксиоматике то чтобы он дальше не рассчитывал какие бы у него не были замечательные результаты они будут являться фальсификацией. При таком подходе нет ровно никакой причинно-следственной связи между результатами расчета и реальным физическим явлением. Между предполагаемым и действительным. Если в результате состряпанных расчетов вы получили цифру 6 то это не значит что в земли 6 лун или на руке 6 пальцев или что существует какой-то темный палец в картовой норе. Это лишь означает что у вас исходный расчет построен на неверной аксиоматике. Можно получить цифру 6 но нужно чтобы была причинно-следственная связь между явлением и расчетом. Все кривые подпостроения имеют столько же отношения к отклонению пучка фотона столько же сколько к форме семечка в желудке шестистого носорога ровно никакого отношения. Все это блеф и банальная околонаучная фальсификация. Мы привыкли воспринимать теорию относительности как что-то умное, но объединение необъединяемых вещей это метод шарлатанов. Можно сколько угодно навыдумывать континуумы, но они изначально не могут иметь никакого научного смысла. Например, цвето-температурные континуумы, реальные физические процессы, термины физически связанные, а в действительности физического смысла нет как такового. К примеру, можно разбираться в городском бюджете и в системе канализации. Но если смешать городской бюджет и систему канализации, то в этом бюджетно-конализационном континууме уже не сможет разобраться ни один специалист. Он может стараться он может казаться умным, но в статье уже смыто канализацией поэтому люди взрывомыслящие разбираются отдельно. Оддетьно разбираются с канализацией, отдельно с бюджетом, отдельно со временем, отдельно с пространством. Известное выражение сало, мед, компот и гвоздья. Наглядно передает смысл континуума. Смешаем сало. Добавим туда немножко гвоздей. Добавим туда компота. Мы получили замечательный сало-гвоздиковый континуум. Научного смысла в этом сало-гвоздиковый континууме ровно столько, что только в пространственном временном континууме от Эйнштейна. То есть никакого смысла. Кушать это уже не стоит, в канализацию это вливать не стоит. Зато мы можем беззаботно врать, что гвозди, соприкасая сало, выскривили пространство, в результате которого освободилась энергия. Сначала сказки о том, что прямая состоит из ничегошек. Потом сказки про то, что плоские объекты являются объемными. Потом сказки про то, что пространство искривляется. В современном виде это уже не наука физика, это уже наука фантастическая ботаника. И ученые, которые эту науку развивают, они должны называться докторами фантастических наук. Закон Ньютона равновыполняется в модели Вселенной, состоящей из двух тел, и в модели Вселенной, заполненной множеством тел. Мы сами знаем, что Вселенная у нас заполнена множеством тел. По современным представлениям, воздействие внешних тел якобы уравновешено. Если мы спросим современных теоретиков, а действительно ли воздействие внешних тел уравновешено и дает ноль силы. И кто это, собственно, проверял? В результате выяснится, что это никто не проверял, расчетов не производил. И современным академикам об этом, что внешние тела воздействия не оказывают, в буквальном смысле поведала бабушка. И академики этой бабушки поверили. И это уровень современной фундаментальной науки. Если же все-таки расчет произвести, то выясняется, что внешнее воздействие не уравновешено. И внешние тела влияние на тяготение как раз таки оказывают. А поскольку современные теоретики этот процесс учесть не удосужились, то все остальные дальнейшие построения от этих исходных утверждений являются интеллектуально ничтожными, несостоятельными и ненаучными. Яблоко на землю может падать в одном сценарии. Сценарий первый, когда все тела притягиваются взаимно. В результате получается сила тяготения. И яблоко, собственно, падает на землю. Также возможен математический второй сценарий. Когда все тела взаимно отталкиваются. В результате получается все равно комплексная сила, притягивающая яблоко к земле. Формула одна. Более того, находясь на земле, мы даже сказать уверенно не можем, как там в действительности происходят дела. Какая именно версия тяготения в действительности обеспечила нам падение яблока. Мы не можем сказать, пока не начнем проводить расчеты. Или ставить эксперимент. А расчеты и эксперименты однозначно показывают, что падение яблока невозможно по версии комплексного притяжения. Падение яблока на землю возможно только по версии комплексного отталкивания. Это научно доказанный, экспериментально подтверждаемый факт. На прямом тяготении яблоко может только улететь в космос дальний. А это значит, что? Это значит, что в очередной раз во всех учебных пособиях прописано самое настоящее средневековое вранье. На этом вранье воспитано уже несколько поколений студентов. Это вранье преподается в лучших вузах страны. Как такое может быть? А такое уже было и было неоднократно. Сначала в представлении теоретиков земля была плоская. В те времена мы бы не смогли объяснить элементарно, что такое глобус. Нам бы сказали, что земля не может быть круглая, потому что с нее стекла бы вода и мы сами бы с нее упали. Потом земля в представлении теоретиков стояла в центре мира. И все орбиты других планет имели форму заспираленных петель. Если бы мы спросили теоретиков на том уровне, а адекватно ли ваше представление о мироздании, мы бы могли услышать, что наука достигла небывалых высот, уже изобретены песочные часы, уже изобретено колесо. Мы бы много чего интересного услышали. А теперь давайте посмотрим, что мы имеем применить на гравитации. Имеем ли мы антигравитационный двигатель? Не имеем. Мы до сих пор осваиваем космос посредством древней китайской реактивной тяги. Если расставить все минусы правильно, то находится ранее не учтенный гравитационный фактор. Реальное физическое явление, обеспечивающее и возгонку хвоста кометы, и все остальное. Но вместо того, чтобы учитывать реальные, действительно имеющиеся в природе процессы, современные горе-теоретики ковыряются в нелепых, не существующих в природе искривлениях. Предположим, Земля по прямой падает на Солнце. Земля находится в свободном падении, практически невесомости. И океан принимает форму правильной сферы. Чем отличается схема тела, находящегося на орбите, от тела, находящегося в состоянии невесомости или свободного падения? Принципиально ничем. Точка падения уходит в сторону. А раз тела буквально вне весомости, и сил нет, то какие могут быть приливы? По современной версии никаких приливов нет. Их не может быть. Но в природе мы их наблюдаем. Все обоснования природного явления, реальных приливов, не сходятся с современной физикой. Это признает и академическая наука. Силу от Солнца приложить к телу второй раз мы права не имеем. И силу от Луны приложить к телу второй раз мы права не имеем. А раз нет сил, то и прилив в физическом смысле, в строгом научном смысле, если нет сил, то прилив обеспечить нечем. Один раз в силу мы ушли, а она обеспечила приготение. Если рассматривать версию комплексного тяготения, то получается, что воздействия в продольном и поперечном направлении к вектору падения воздействие-то разное. В продольном направлении у нас раздраженная область и силовое воздействие меньше. Вода поднимается на планете как раз с двух сторон. С одной стороны больше, с другой стороны меньше. Что полностью сходится с расчетом по версии комплексного тяготения и с наблюдениями. Если отбросить стороны фантазии размечтавшихся ученых, если исследовать только достоверным научным фактам, то пространство, какое оно есть, бескрайнее. Оно не конечно во всех направлениях. Все пространство на макроуровне равномерно заполнено галактикой. Нет никаких концов пространства. Нет никакого края Вселенной. Вселенная не возникала в результате каких-либо волшебных больших взрывов. Никакое пространство не искривляется. Не искривляется ни здесь, ни там, нигде, либо еще. Вселенная была всегда и везде. Это строгий, математически доказанный факт. А теперь о хороших новостях. Если исправить из физики этот околонаучный бред, то в результате получается как раз та теория, не имеющая пределов применимости. Та теория, которая уже сегодня позволяет получить доступ к невероятно мощному источнику энергии. Энергия, которая покроет все потребности человечества. Энергия, которая мощнее всего, что имеется сейчас, в том числе ядерной энергии. И эта энергия доступна уже сегодня. Кроме того, эта энергия экологически чиста. Это практически бесплатная энергия. Давая оценку напряженности гравитационного поля, согласно общеизвестной наивной концепции Ньютона, мы представляем себе следующее. Напряженность увеличивается по мере приближения к телам. И это хоть и основная, бытующая в современной науке точка зрения, но она однобока и наивна. Фундаментально надлежит речь вести, как минимум о двух самостоятельных понятиях, о локальной напряженности и о базовой напряженности гравитационного поля. Базовая напряженность гравитационного поля определяется комплексом тел, то есть всеми телами во Вселенной. При этом, для базовой напряженности гравитационного поля возможен только один вариант. Базовая напряженность гравитационного поля в любой точке пространства константна и это не зависит от приближения к телам, не зависит от приближения к массе. В свою очередь значение напряженности базового гравитационного поля одномоментно является максимально возможным. Если мы сравним частную гравитацию Земли и реальную базовую гравитацию Вселенского поля, то различия колоссальны, значения с неприличным количеством нулей, если представлять это графически, то различия сопоставимы с километрами и неразличимой долей одного миллиметра. На графике долями миллиметра обозначится то что создает Земля, а километрами то что создается Вселенная. Гравитационные поля накладываются друг на друга, а гравитационное воздействие не ограничивается с расстояния. С расширением области также увеличивается количество объектов, количество масс участвующих в взаимодействии, в доложении полей друг на друга. Доложение полей выравнивает значение этой базовой напряженности. Речь идет о поле имеющем невероятно большой потенциал. Этот потенциал в каждой точке пространства. Это доступная энергия которую мы можем использовать уже сегодня. Ряд ученых утверждает что принцип НЛО мы понять не можем. Он якобы физически невозможен. Живой организм находящийся в НЛО будет претерпевать такие перегрузки что не сможет выжить. Подобную точку зрения озвучивал в частности уважаемый академик Велихов, замечательный человек. Давайте посмотрим что имеет место на самом деле. Предположим мы установили человека на некую платформу и приложили усилия к этой платформе. Платформа начинает перемещаться. Естественно человека останавливают, сдерживают силы инерции. А теперь давайте посмотрим как дела обстоят в случае с гравитационным полем. Гравитационное воздействие распространяется на все тела имеющие массу. То есть распространяется и на платформу и на человека на ней находящегося. К каждой точке, каждой клетке человека приложена та же сила которая приложена к самой платформе. И если под действием смоделированного гравитационного поля платформа устремится в каком-либо из направлений, в том же направлении начнет перемещаться и человек. И все что находится в данной зоне, в данной системе. При этой схеме движения человек в принципе не будет подвергаться никаким перегрузкам. Так же ситуация и с перемещением вертикально, и с перемещением в других направлениях. При перемещении вверх человека не будет вдаваться в платформу. То есть буквально возможно создание реальной физической системы, которая будет перемещаться в пространстве в пределах до половины скорости света, и человек в рамках такого устройства не будет подвержен никаким перегрузкам. Кроме того, гравитационное отсечение в физическом смысле это глубокое структурное воздействие на время. Время. Это практически доступ к технологиям воздействия на время в замкнутом контуре. Время. В современных физических воззрениях бытует наивная точка зрения о том, что теоретически возможны перемещения в прошлое. На самом деле перемещение возможно только вперед в будущее. Вернуться из будущего невозможно в принципе. Обратное движение во времени выглядит иначе. Для наглядности рассмотрим обе возможности. Пример первый. Вы вошли в контур в течение времени, в котором замедлено, например 1 к 1000. Прожив в контуре минуту и выйдя из него, вы попадаете в будущее. Тысяча минут от точки отсчета. Пример второй. Вы вошли в контур в течение времени, в котором побыстрено, например 1000 к 1. Прожив в контуре тысячу минут, вы выйдя из него попадаете во время соответствующей одной минуты от точки отсчета. из данных примеров наглядно видно, что хоть наличие имеются и две возможности перемещения во времени, но ни одна из возможностей не позволяет вернуться в прошлое. Путешествие в прошлое невозможно в принципе. Но это при наличии соответствующего устройства совершенно не мешает два месяца в своем измерении собирать стартовавшие боеголовки соперника, которые в зимном времени летят полчаса. Это технологически достижимо уже сегодня. Что реализация сверхтехнологий означает на практике? Прежде всего речь идет о технических устройствах, способных перемещаться со скоростью 1 2 скорости света и выше, вплоть до 2 3 скорости света, без всяких перегрузок для пилота. Ни одна современная система технологически не может конкурировать с подобными устройствами. Самая современная авиатехника одномоментно выпадает из всяческой конкуренции. Ей просто недоступны такие скорости. Представьте воздушный бой, при котором с одной стороны обычные боевые пусть и очень современные самолеты, пилоты, которых получают перегрузки при манерах, и с другой стороны летательные аппараты, в которых перегрузок нет и практически нет ограничений по скорости. Ни о каком реальном сопротивлении в такой ситуации говорить не приходится. Вообще в рамках околозимного пространства такие скорости излишни. С такими скоростями разумнее осваивает дальний космос. Вторая подробность. Так называемый гравитационный щит. Об аэродинамике подобных устройств заботиться в принципе не требуется. В аэродинамическом смысле форму корабля определяет буквально капсула, состоящая из силового пуля и всего того, что в этом пуле находится, всего того, что это пуля тащит вместе с кораблем. Ограничений посреди никаких нет. При входе в атмосферу никакого сопутствующего горения наблюдать мы не сможем. Капсула не имеет жесткого контура, обеспечивающего трение. Корабль с равным успехом может перемещаться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, так и под водой. В одном случае он окружен капсулой из воздуха, в другом капсула из воды. При этом капсула выполняет роль тарана. Формально даже нет ограничений и на перемещение в твердых породах, как это фантастически и не звучит. Обшивка корабля не будет повреждаться, она даже в привычном смысле не будет контактировать со средой. Кроме того, сбить такой корабль современными боевыми средствами не представляется возможным. любой боезаряд встречает капсула, по сути вязкая стена, поглощающая все механические воздействия. Характеристики поля таковы, что пробить ее механически невозможно в принципе. В силовом плане картина следующая. Предположим, некий объект, пускай это будет пушечное ядро, встречным курсом на большой скорости приближается к кораблю. Столкновение неизбежно. По мере приближения объект начинает испытывать все большее воздействие сил гравитации направленных навстречу. Сила увеличивается обратно пропорционально к квадрату расстояния. В конечном итоге наш объект, так и не приблизившись к обшивке корабля, вязнет в капсуле и соскальзывает в сторону. Сам корабль и все, кто в нем находится, при этом могут даже не ощутить это внешнее воздействие, поскольку речь идет не о поле, генерируемом самим кораблем, а от отсечения внешнего поля. Того поля, которым пронизано все пространство, а того поля, которое создается именно комплексом небесных тел. Именно с этим измененным внешним полем контактирует любое внешнее тело, приближающееся к кораблю. Эта силы практически неимоверная. Причем в анирогентическом плане это не исчерпаемый ресурс. В результате данного потребления энергии мы ничего не утратили. В результате данного потребления энергии мы буквально на микродолю замедлили общий разлет нашей Вселенной. Причем разлет замедлился на самое трудно вычислимое значение, а вся энергия досталась нам. Это неисчерпаемый ресурс. При таком энергетическом ресурсе мы можем осуществлять буквально что угодно. Мы можем перемещать материки, перемещать планеты. Мы можем обеспечивать энергией все потребности человечества. Почему это доступно уже сегодня? Потому что мы знаем все про это поле. Никакой скрытой недоступной информации нет. Мы знаем все. Есть два пути реализации. Если просто взять и опубликовать всю информацию, то реализовать проект сможет практически любое государство уже в течении нескольких лет. Если мы осуществим закрытую разработку в рамках нашего государства, это опережение над другими государствами порядка 80-300 лет в технологическом развитии. Это серьезные цифры. Мы можем в короткие строки стать самым богатым государством с полным технологическим опережением конкурентов. Кстати объекты перемещающиеся на подобном принципе наблюдаются, фиксируются учеными как НЛО. Но физику этих явлений некоторые ученые реагируют следующим образом. Чур меня не может быть. Однако явление имеет вполне объяснимую физическую природу. И вне зависимости от того, верим мы в существование ЛО или не верим, сам принцип подобного перемещения в пространстве физически реален и технологически достижим уже сегодня. Мы уже сегодня можем изготавливать и используя данное техническое устройство. В наличии имеется полная исчерпывающая теоретическая база по данному направлению. Необходимо только преодолеть затянувшееся академическое слабоумие на всех уровнях. Если мы расположим в пространстве подобные технические устройства и начнем воздействовать на базовое вселенское гаитационное поле, начнем изменять показатели ОНОВА хотя бы на незначительную долю процентов в одном из направлений, то все тела, находящиеся в этой области, будут подвержены воздействию. Вне зависимости от того, насколько велика их масса, тела устремятся в заданном направлении. Количество масс в этой схеме действительно не является определяющим, поскольку работу исполняет не наша частная, а базовое вселенское поле, которое мы лишь незначительно изменили. Если мы развернем подобный контур, например, возле Меркурия, Меркурий устремится в нужном нам направлении. Если мы развернем подобный контур возле Сатурна, начнет перемещаться Сатурн. И это реалии сегодняшнего дня. Это технически достижимо на всех этапах от построения устройств до любых последующих действий. Мы можем отводить от Земли любые астероиды и нам не требуется ничего взрывать. Мы можем монопольно использовать данные технологии. Что такое гравитационные установки? Требуемая эффективность гравитационной установки достаточна для преодоления земного притяжения. В рамках классической наивной теории для отрыва корабля от Земли требуемая эффективность гравитационной установки составляет больше единицы или 100% и выглядит следующим образом. Простыми словами, для отрыва от Земли мы должны преодолеть земное тяготение. Для этого необходимо построить устройство, воздействующее на гравитационный спектр, на гравитацию. То есть, если мы встали на некую площадку, ограничивающую тяготение, то эффективность ограничения должна составлять минимум 100%. Но мы при этом не получим вектора на отрыв от Земли. Достигнув эффективности 100%, мы лишь достигнем невесомости силового равновесия. Чтобы взлететь требуется еще какая-то доля процента. Кроме того, практика показывала, что эффективность в виде 100% недостижима. Но в реальности, по действительным физическим проявлениям дела, обстоят в принципе не так. Гравитационный потенциал базового поля константа. Требуемая эффективность гравитационной установки, показатель, отражающий необходимую меру использования в процентах физического явления для достижения заданного результата, рассчитывается как за эффективность требуемого в процентах отношения массы из Земли и к массе большего из известных наблюдаемых физически возможных тел. Требуемая эффективность в этом случае составляет малые доли одного процента. То есть имея достижимое на практике значение. Все, что вы услышали, подтверждается экспериментами и математическими расчетами, имеется полная доказательная база. Предоставленные материалы для физического отделения ран разгромные. По данным фактам ни один академик не сможет возразить ничего вразумительного. Потому что дела обстоят именно так, как мы описали. Правда на нашей стороне. А проверку получается. Прямого тяготения нет. Темной материи и темной энергии нет. Большого взрыва нет и быть не могло. Пространственная концепция, а то несостоятельная. Векторная алгебра с одним глазом. Квантовой теории гравитации толковой нет и не было никогда. Теории времени нет. Ну и что есть у современной академической науки? Физика от Ганса Христиана Андерсона. Представьте, что вы пекаете и печете хлеб в 11 веке. Вам без разницы какие минусы и какие силы куда направлены. Но если ученые эти плюсы растаят верно, то когда-нибудь наступит момент, когда вы не будете пихать в топку дрова и хлеб будет выпекаться на электричестве. С электротеорией так и произошло. Плюсы и минусы растаяли верно. Мы имеем, что имеем. В гравитации плюсы и минусы растаять не смогли. В результате этого нет никаких антигравов ни других устройств. Из-за того, что минусы расставлены не так, все гравитационное кажется фантастическим. Таким же фантастическим, как электричество казалось недостижимым пекарем 11 века. Если вы современный пекарь и вы отдадите сына в физический вуз, то ему там сломают мозг. Он перестанет понимать, что силой есть величина положительная. Он перестанет понимать еще много важных вещей. И все потому, что из одного несчастного минуса пришлось изуродовать половину физики. Современные ученые не понимают совершенно простых вещей. Что силами притяжения изнутри не заставить разлетаться даже колготки. И что если вселенная разлеталась бы по версии большого взрыва, то не смогли образоваться никакие орбиты. И что если силы не возвращают тело на орбиту, не будет никакой орбитальности. То есть ваш сын придет из вуза со сломанным мозгом и будет рассказывать глупости, такие же как в 11 веке. По аналогии, что земля плоская стоит в центре мира. Сегодняшние студенты реально верят, что если смотреть вдаль при помощи очень мощных приборов, то можно увидеть свой затылок. Поскольку пространство воистину искривлено. Теперь о том, как работает бюрократическая система. Выясняется, что в данной разработке действительно легче продать за рубеж, чем реализовать в нашей стране. Наша чиновничья настройка в системе науки и образования душей в принципе не ловит. Разработка осуществлена на территории России. Россия может монопольно обладать данными технологиями. Но чиновники даже не в состоянии организовать экспертизу данного направления физики. На сегодняшний день в физическом отделении РАН нет ни одного специалиста в данной области. Ни один чиновник от науки в принципе не компетентен даже понять, что собственно происходит. Ситуация на грани абсурда. Правительство России выделяет средства на поиск и разработку сверхтехнологий. На самом деле все уже давно есть в нашей стране. Но материалы годами путешествуют по чиновничьим кабинетам. Предположим, мыслительная активность чиновников от науки так и не позволит им понять, что собственно происходит. Предположим, эти стратегические разработки уйдут за рубеж. Их на практике реализует какая-нибудь другая страна. Например, Иран. Это невиданное по размаху расширение влияния. Не исключен сценарий, что через какой-то промежуток времени Земля будет называться Великая Исламская планета Персия. И это не такой фантастический сценарий. О каких преимуществах идет речь? Использование принципиально нового энергетического ресурса, не имеющего с точки зрения современных рыночных отношений какой-либо материальной ценности. Второе. Практически полное отсутствие затрат по добыче и доставке энергоносителя к производящему энергоустройству. Третье. Отсутствие практических и технических ограничений на объем производимой энергии. Четвертое. Возможность создания компактных энергоустановок чрезвычайно большой мощности, многократно превышающей энергетические возможности устройств ядерного и других типов. Возможность полной монополизации секторов высокотехнологического рынка, рынок энергетики, рынок космотраспорта, вооружения и т.д. Мы открыли малую часть информации. Часть информации по проекту доступна в интернете. Расчеты, формулы эксперимента. Дела обстоят еще более интересно. С вами был Виктор Катючек. Следите за нашими публикациями. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok